День встречи человека с Богом. Накануне Православная Церковь отметила праздник Сретения Господня. Патриарх московский в Сеярусе Кирилл совершил литургию в Храме Христа Спасителя при участии молодежи и российских казаков. Сослужили предстоятелю Русской Церкви митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, и митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. С подробностями Галина Ледвина. В главном храме страны праздновали Сретения Господня. Москвичи, православные добровольцы и молодежь молились за богослужением вместе со святейшим патриархом, иерархи, войсковые казачьи-священники, атаманы всех казачьих войск России и члены делегаций, прибывших в Москву, для участия в Большом Круге российского казачества, а это более полутора тысяч казаков из 80 регионов России. В праздник Сретения церковь вспоминала события в земной жизни Иисуса Христа. На сороковой день после рождения Дева Мария принесла его в Иерусалимский храм. Там Богородицу с младенцем встретил праведный старец Симеон, которому было 360 лет. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Сына Божия. Этот праздник называют «Днем встречи человека с Богом». Сретение – это и встреча молодого поколения со старшим. Поэтому в праздник отмечается День православной молодежи. Патриарх пожелал всем верующим юношам и девушкам беречь однажды произошедшую встречу со Христом и призвал создавать крепкие семьи. Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал, не окончательный идеал, Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, их воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего. Его святейшество предостерег молодежь от соблазнов современной жизни и призвал учиться различать лжемаяки, которые уводят с безопасного пути. Обратившись к казакам, патриарх отметил, что казачество не может ограничиваться возрождением внешней атрибутики и обратил внимание на то, что в центре жизни казака всегда была глубокая вера, с которой связаны все черты казачьей доблести. Я призвал бы всех вас, мои дорогие, в первую очередь сознавать, что без православной веры нету казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. А смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя одевать казацкую форму, если человек не православный. Каждый православный казак должен воспринимать возлагаемые на него послушания, обязанности, как священные обязанности по защите Отечества и Церкви нашей. Александр Беглов, председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, поблагодарил патриарха за то, что взял под свой амафор всех казаков, а также благословил восстановлением Вознесенского войскового всеказачьего кафедрального собора в Новочеркасске. Сегодня перед вами стоят наши братья-казаки. Это настоящие духовные войны, которые, вы очень красиво сказали, не изменили свои присяги, не изменили своей стране и не изменили вере православной. И хочу вас заверить, что так всегда и будет, так было и так всегда и будет. Казаки пожелали его святейшеству многое лето. Патриарх поздравил всех с праздником Сретения и Днём Православной Молодёжи и благословил проведение первого большого круга российских казаков, который начал свою работу в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя сразу после окончания богослужения. Продолжение следует... Продолжение следует...